прибыли бы на рынок равай рынок морепродуктов планируем что-то покушать здесь здесь огромное количество кафешек которые могут приготовить то что вы приобретете например в этих лапках лобстеры кальмары всевозможные моллюски устрицы вон бабушка просто на полу сидела я там очищала рыба ассортимент есть прикольная такая с горбинкой я даже не знаю всех названий этих рыб здесь вы лишь тоже покупают гребешки то нет 150 килограмм гребешки 250 за килограмм с ракушкой за килограмм ну ладно верно наверно не чищены утрицы вообще огромное просто крабы вот что это креветкообразное что размеры да вот крупные тигровые пацаны примерно ориентируйтесь написано в баток приготовить можно за 100 бат в соседнем ресторане 100 бат килограмм ориентировать я так понимаю много жизненности все живое все свежее ну блин круто ассортимент вы видите все серьезно здесь вам не шуточки можно гребешков не полкило полкило того можно гребешков не полкило ой моя маленькая блесла морда а а а а Я купил Я купил Я купил Я купил Я купил Мой любимый Мой любимый Сколько это? Три ойстера, 100 ба 100 ба 3 штуки стоят 100 бат Устрец Так форма интересная Лого, лого Прикольная устрица Она к чему-то была прикреплена Наверное, к судну какому-то, может, старому С буквами, понял, на устрице В клетке, например, лежат 800 бат Он сразу предлагает тебе их за 400 Ну, Оля предложила 350 Он говорит, нет Ну, мне так нет То есть я к тому, что ценник это одно Торгуйтесь, общайтесь Может быть, вы берете 3 кило На большую компанию А он об этом не знает и предлагает вам Как бы не очень удачную цену Скидываешь 50 бат Они вот такие, а не сразу все Много людей, много туристов В принципе, Таиланд уже Очень распиаренный курорт Поэтому торгуются не совсем охотно Бывает Тунца взяли, покажи 100 бат А вот так Килограмма нету? Нет, нету Грамм 700, да? Мы решили взять Какой-то ассортимикс такой Вот Кальмарчики за 100 бат Блин, уж купить там всем, наверное Свежие, классные Хотим чуть-чуть креветок Чуть, может, еще осьминогов Такой микс сделать С морепродуктов А возьмем пол Еще пол Килограмма креветок И все, идем Ты придумала, да? Пошли еще здесь посмотрим Мы не можем найти таких креветок Чтоб не и не очень крупные И не очень дорогие Чтоб хорошая цена Качество было Чтоб они и свежие были Ну их как бы много Но такие все Полулобстеры уже какие-то Вообще, я не знаю Монстры гиганты какие-то Покупаю полкило креветок за 200 бат Полкило за 200 бат Даже не торговалось, да? Они не торгуются Но они как бы сбрасывают уже Вот 750 они стоили И Оля взяла за 200 полкило То есть они как бы по идее уже уступают Но цены изначально завышены Все прекрасно понимаем Как на рынках работает вся система, да? Да На которые 1200 за 600 Приготовить блюдо стоит 100 бат за килограмм То есть нам по сути по 100 бат в пара это выйдет Приготовление Другие блюда здесь стоят довольно таки дорого То есть там какой-то стандартный папайя салат И 200 бат То есть за 50 минимум блюда Ну короче дорого Я кокос спросил Кокос 100 бат стоит То есть в 2-3 раза дороже чем везде Мы по килограмму морепродуктов на пару гуляли Нам этого более чем достаточно Это... Ну мы немножко нагловато свои фрукты привезли Навалились, навалились уже блин Приготовили только креветки Еще впереди рыба и кальмары наши Креветки просто на гриле с соусом кисло-сладким подают Все Острый? Два по полкилограмма Ну по полкилограмм на двоих все смотрят достаточно Они крупные Вкусные вообще Очень Ребята уже доминают рыбку В принципе не очень так сказать приготовление Просто гриль дают соус маленький все Никаких изощрений, никаких там соусов, травах, муравок, ничего такого нет Расчет заведения на то, что вы придете здесь с своим продуктом Купив его через дорогу Они приготовят за 100 бат за килограмм Плюс купите дорогие продукты, какие-то блюда у них уже А так в принципе сама приготовка Еще вообще особенная Как вы бы сами на гриле бы пожарили Как-то так Может быть в другом заведении нужно пробовать Это заведение называется вот так На стене вон бирка висит с названием Пробуйте в других может заведениях будет вкуснее Ну здесь они как-то видно, что подошли халатно наверное Просто пожарили, дали Возможно не боялись чем-то спортить, я не знаю Мы сравниваем со Шри-Ланкой На Шри-Ланке конечно с приготовлением такая же цена Но там это все в соусах Это все вкусно, классно, подача и так далее Ну сравнивать наверное не стоит, но тем не менее Факт остается, что пахнет Поедем дальше на пляж, чуть охладиться, покупаться Да Вы не объедетесь? Нормально? Да, уже на грани Ну белок, чистый белок Мы съели соли на двоих полкило креветок Ну и полкило ужарили из кальмары там до 200 грамм Плюс чуть фруктов своих съели, объелись, да? Даже не тянет попробовать что-то новенькое В принципе рынок даже сам не дешевый Можем это сказать? Не дешевый? Рынок не дешевый, они как бы от прайса якобы опускаются чуть ли там не в два раза Но и то это, но не дешево Букет сам по себе дорогой курорт Это нужно себе взять на заметку, если вы бюджет на турист В любом случае Букет дороже, например, той же по Таи, если по Таиланду Бангкок будет дешевле, чем крапи, чем пипи и так далее Примерно вот так Вернулись в массажный салон, куда они не успели вчера попасть Была очередь, уже поздно Да, сегодня попросторнее, так как мы пришли раньше, еще светло В районе пол седьмого сейчас Разуваемся по обычаям В общем даже не решили какой массаж будет Не, 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 сюда А, или наверх, или наверх Мы в этом салоне не первый раз, но первый раз нас ведут наверх Мы в этом салоне... Мы раз пять, наверное, здесь были Прохладно здесь, классно Они охаждают, говорят... А, тут три Тут один Ага, окей Салон Пацан нужно До нижнего белья принято раздеваться Поэтому на трусах раздевайтесь и наслаждайтесь Рекомендую тем, кто не любит боль Простите джаз, релакс, там, лайт Какие-то... По-тайски больно, дип Если что, кричите дип-дип Они должны понимать Вышли мы с массажа и отъехали немножко уже в Джанг Цейлон Чтобы хоть какое-то интервью с ней, да, там шумно, дорога Ну, в моем случае до этого в том заведении работали более умелые массажистки А может быть это просто потому, что мы первый раз делали, что они лучше, чем сейчас Да нет, нет, нет Я помню по ощущениям она делала как-то на стойке все время Моя это делала массаж Делает дело, что я завтыкала Завтыкала что-то там Что-то роется, общается с кем-то, кикает, ну вот такое Не, мне понравилось, нормальный, хороший массаж, такой спортивный у меня был Ну, короче, тайский массаж, да 100, ой, 200 бат час мы просили Просто я попросил Just Relax, но почему минус? Она просто какие-то моменты одно и то же делает Как будто просто так, лишь бы что-то То есть до этого я просил у других Блин, даже на Бали делали, в том же Таиланде мы делали Ну, по-другому, мне не очень понравилось в этот раз А вы что? Как у вас? 90% такого легкого релакса Очень предсказуемого, повторяющегося 10% действительно чего-то интересного Только потому, что это специальный топчан Не стол для массажа И вот какие-то штуки можно попробовать только здесь, в Таиланде Ага, но в конце, ты говорил, делали изгибы, да? Нет, для меня травмированные все, но хотелось жесткости Не самый лучший массаж в моей жизни В Киеве даже можно найти намного лучше Есть с чем сравнить, но снять легкую усталость Что-то попробовать тут не очень Не забывайте важный момент, что возможно попадается специалист такой Вы зайдете в один салон, там, блин, 20 человек работают И вам 20 человек сделают по-разному, по-особенному, 100% После не очень качественного массажа мы идем себя побаловать, как всегда Угадайте, чем? Жратой Шашлык из крокодила мы еще не пробовали На этом рынке он есть, мы идем опять же на ночной рынок, который возле джангл Сейлон Мы оказались рядом, почему бы не пойти Шашлычок из крокодила 50 бат, стоимость Наш уже лежит на гриле, готовится, жарится И сегодня какие-то бои, видать, муай тай Предлагают билеты возле джангл Сейлона А вот, видишь, смотри Иногда, да Ян с Юлей, как всегда, на шейки напали по 30 бат Да? Ждет своего шашлычка ненаглядного Первый раз будем пробовать крокодила Я еще никогда не пробовала мясо крокодила, говорят, это же и вкусно А может ты и не попробуешь, я заберусь, ем и все Как это? Я же сильнее, у тебя шансы Еще какой-то возьмем Еще какой-то? Я не уверен Я блинчик лучше, там, с манго или чем-то съем А вчера пончиков не было Не было Ассортиментик неплохой пончиков на любителя По 15-10 бат Ну давай пробовать Шашлычок Мясо с крокодила Ну давай попробуй Он и есть Ужасно Он что, в кетчупе? Когда помазала Как курица Курица Курица, что чего только с привкусом кетчупа То ли соус такой, то ли я не знаю Шашлыки с курицей, только немножко жестче оно Ну между свининой и курицей, наверное, да? От курицы не отличить, если я вам скажу, что это там курица То выдержать как курица Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok